Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас, скажем так, несколько необычная встреча, потому что вы давно знакомы с нашими гостями. В представлениях они, естественно, не нуждаются, потому что их именно известны во всем мире. Я должен сказать, что сегодня мы такую необычную встречу проведем. Тем более, что наши выдающиеся мастера, они являются друзьями. Многие годы их связывают судьбы, многие годы их связывают общие программы, фестивали, концерты, личные отношения. Поэтому, я думаю, вот сейчас мы начнем встречу с того, что мы все-таки в большей степени уделим внимание прослушиванию новых сочинений. Ну а появятся какие-то вопросы? Пожалуйста. Значит, Игорь Александрович не возражал, если мы начнем с прослушивания одного сочинения. Это новое произведение для саксофонов, четырех саксофонов. У меня, скажем, возникает вопрос, понятно, когда пишется произведение для четырех саксофонов, наверняка оно связано с какими-то мастерами и с какими-то естественными исполнителями. Почему он выбрал такой состав? Это квартет саксофонов довольно известный. И в Европе, и во всем мире они американцы, но живут в Швейцарии. И они несколько раз предлагали мне написать для них сочинения, и я каждый раз увидел его, потому что мне было неинтересно писать произведение для четырех саксофонов. А потом они предложили написать сочинения для них и для смешанного хора. И здесь уже у меня появился какой-то определенный интерес, и я вот написал для них и для замечательного амерного хора из Амстердана. Они исполнили, были три премьеры в Брюсселе, в Швейцарии и в Амстердане. А потом они записали это сочинение. И вот оно уже записано. Вот, наверное, все, что я могу сказать о нем. Это название «Амауэр». Что это пищит вы не знаете? Знаете? А можно это упраздник? Все? А что это употребление? Возьмите. 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 Давайте отдаем. Я отключу. Давай. Я сказал. Мы когда ждем мы ждем. Включаем. Включаем. Вы сейчас включаете. Нет, там выключаются. Значит, названием этого сочинения у нас был такой великий поэт, Важав Шавелла. Это название одного из его стихотворений. Амао помнит, если так буквально перевести, война ни к чему не привозит. Или же война ни к чему. Я выбрал грузинские слова сам. Такие, которые легко петь иностранцам, где нет гортанных альбук. И вот и все. Особенного смысла эти слова в себя не несут. У меня с Валентином Сильвестровым очень много общего. Но есть что-то не общее. Для него текст является главенствующим фактором в музыке. Он блестяще знает лучшую поэзию. И он старается эту молодую человеку делать. И так, чтобы этот риск не... Вы как-то мне ничего не отвечаете. Я не расстреляю. Это так должно быть? Да, тогда я согласен. Для него слова. Это может быть Кушкин, Хлебников. Это может быть... Я не знаю. Самая высокая поэзия, какая только существует. Вот точка, от которой он отходит, это слова. И он старается создать музыку, которая в какой-то мере отображает вот эту высочайшую поэзию в музыке. А у меня, как бы слова, не имеют определенной нагрузки. Потому что я выбираю всегда одну строчку одного поэта. Потом появляется вторая строчка другого поэта. Если у меня все поэтическое творение передо мной, я не могу на эти слова писать музыку, потому что я понимаю, что у меня это не получится. Я не могу раскрыть всю ту красоту, и если даже, хотите, ту музыку, которая заложена в этой поэзии. Вот у меня здесь есть одно сочинение, которое было исполнено в Сан-Франциско, и пел Дмитрий Хворостовский. И очень хороший был артест, и очень хороший был дирижер. Я эту запись здесь оставляю. Если у кого-нибудь появится желание, в будущем вы можете это произведение послушать. И там перечень поэтов. Мне кажется, что даже Валютин Васильевич одобрил бы этот перечень. Там и Байрон, там и Пушкин, там и Галактион Табидзе, там и Пастернак, и так далее, и так далее. И Мандельштам. Я не буду сейчас всех перечислять. Но все время однострочка. Все время однострочка. И вот эта однострочка несет в себе определенный музыкальный образ. На большего меня не хватает. Я не могу продолжить, потому что знают, что у меня это не получится. У него напротив. Он знает, что это у него получится, поэтому он берет полностью поэтическое какое-то гениальное стихотворение. У меня уже есть и на дно строчка. На дно строчка называется «Онигоголы». Да, понятно. Больше того, нет на муску. Так что вот в этом произведении о маломе друзейские слова, несущие в себе определенные смысловые нагрузки. И, вы знаете, когда-то я почел, что из десяти спецких слов бляскало итальянскими певцами для итальянской аудитории, до них доходит четыре. Шесть они не понимают. Так что шесть остаются вне оразения их. А вот четыре, притом эти четыре бывают в разных местах, четыре дохода. И можно это тоже меня как-то отбило на то, чтобы с помощью этой одной строчки найти какой-то музыкальный образ. Естественно, эти образы меняются в зависимости от этих строчек. Вот, а сейчас можно послушать эту твою тренирую. Нет, одночасное. Одночасное? Одночасное. Попробовать в уголовье, как вам представишь, пусть попробуют. Свистеть будет? Нет, никакой уровень. Это нечетный. Что-то я важен. Единственное, я, если вы мне позволите, тогда начнется эта музыка, я вместе от его и слушаю, а я в этом, потому что я в этом слушать не могу. Соответственно, там будет курить и готовиться для беседы с вами, если у вас будут какие-то вопросы. Я уйду, потом останется с вами пригласения, если посмотрите, как вам будет. кабинет. чтобы у вас не отнимать время, я оставлю здесь несколько дисков с новыми отъявлениями. Здесь есть изображение, и есть то, что можно послушать. Если уговорение будет к этому какой-то инцидес, это будет наслабо то, что панацетки. Да? Если у вас нет никаких вопросов, то, что как вы сами могли бы поделить жанровые направления своего течения? Имами. Медитация, духовная, создатка, и... Человек, я понимаю, может быть, какого мне просто не дать себе? Не знаю. Ещё есть вопросы, пожалуйста. Елена Александрович, а Вы сами удовлетворены сочетанием тембра хора и ссофона? Солпа, да. Я думаю, что это очень красиво. Обычно, когда говорят о партете шаксофона, всегда представляют немножко другую музыку. Я должен был этого избежать и постарался этого избежать. А вот первый голос — это заправа, да? Заправа, да. Похож на организаторе. Игорь Михайлович, очень право. Потрясающе. Да, 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 да. Игорь Михайлович, я начинала так. Фирма, скажу, вот эта защита, она не задаёт свободу, как направленность произведения? А у вас абсолютно свободу? Или как бы вот что-то все-таки предполагаете? Когда вы заказ получили? Получаете заказ просто на состав? Или что-то такое, что связано ещё и со мной справа? Или вы здесь акционируете? Вы знаете, я не очень люблю это слово «заказ». Я предпочитаю слово «предложить». Ну, они мне не дают, да? Нет, они меня никогда не ограничили. Не ограничили, да? Не ограничили. Не ограничили. То есть это ваше выборство, да? Да, естественно. Состояние? Пожалуйста. Пожалуйста. Я хотела вас спросить. Громче. Я много прослушала вашу музыку. Такое впечатление, когда вы пишете о каком-то едином, одном числе, одном человеке. Я хотела вас спросить. Это подходит для движения вашей жизни и вашему извращению. как вы видите сейчас на данный момент культуру, потому что ваша музыка, она пространственная, она несет в реальную, жизненную форму, она именно говорит о том, что было когда-то, или что будет, или что в реальности, но все вместе, в едином целом, как один, я бы сказала, в метр, в важном времени. Я хотел спросить, это ваше мироощущение, что вы так видите, это наш мир, иногда бывает, что это космодет, то есть все, что до этого писалось, начиная с прозапрудельно, оно не менее, не мало, то есть, расходился только, что это не просто, длиной взгляд, на то, что был ложки, не обладал, когда романтизм, а эти все вещи, вы, как бы, им за то ощущение, что берете на нас давние-давние какие-то сказки, может быть, в какой-то стиле с вами тоже, но какой-то, в семнадцатом, в шестнадцатом, Древние утерянные для нас виталия. Это важное расчищение сейчас. Время спасается дважды по техническому процессу. Мне просто круто ответить на этот вопрос, потому что в вашем вопросе есть какие-то ответы, которые, по вашему мнению, могут быть пересложены. У меня у самого нет никаких определенных теорий. Единственное, что я могу сказать, чем сложнее становится технологически наше время, тем больше тянет меня простотех. Вот и все. А зло могу я эту зелу, я не знаю. У меня такого дела. Я буду печатать. Спасибо. Еще можно? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Третья, Третья. Тогда мы по курсовой работе по издревательски, я бы хотелось бы обидать вашу полисиопиаду. Это было полисиопиаду для скрипки и фортики, но основную слову. Я хотелось бы спросить… Скрипки и фортики. Третья, когда... Я хотела спросить, вы придерживаетесь вообще какой-то формы или у вас она совершенно свободна? Как с точки зрения формы вашу музыку можно было вызвать? Я стараюсь не придерживать никаких постулатов формы, которые существуют в музыке. Ну, если можно назвать произведение анти... как это надо сказать? Антиформы? Вы знаете, у меня еще со студенческих лет у меня вызывало неприязнь все то, что связано с традиционными формами. С другой стороны, я абсолютно уверен, что в моей музыке симфонической существуют элементы сонатного али. Существуют элементы репризы, существуют элементы медленной части, циклы, хотя они у меня одночасные. Но то, что я старался не исследовать вот эти определенные формы, это я знаю точно. Потому что я их не исследовал никогда. Для меня было самое главное создать такую форму, которая не вызывает сомливость слушать. Смена образов и так далее. Смена музыкальных образов. А какое это имеет значение? Какая это фронт? Я даже не знаю. Какой с собой работе... Что? Какой с собой работе... А зачем? Все, что положено, это плохо. Еще вопрос. Я хотела спросить. По вашему опыту, чем для вас является музыкальный звук и что он выражает? Музыкальный что? Фу! И вот то, что сейчас звучит здесь. Это тоже музыкальный звук. Все, музыкальный звук может быть выражен абсолютно во всем. Вот то, что сейчас действует на нервы семейства, это тоже музыка. Какая это смс. И к этой музыке можно что-то прибить. Поэтому звук это все. Любая нота взятая, я думаю, это уже какая-то заявка на то, что появился следующий звук. И так далее. У меня есть одно сочинение, и я его здесь оставил. Оно называется «Dictal Ember». В Риге я с моей супругой шел в гостиницу и затормозил огромный пустой автобус. Это было ночью. И вот эти тормоза издали определенную интонацию. И я эту интонацию потом использую в этом сочинении, которое я писал. Это тормоза большого автобуса. Но они ввели какую-то определенную высадку. Мне это понравилось. Вот что такое звук. Так что можно не только пить тормозную жидку, можно еще и использовать звук тормозной жидку. Я сейчас все меньше и меньше пишу для кино и театра. Вот сейчас у меня небольшая работа с режиссером Данелли, который ставит двухчасовый фильм «Кинь заза», только мультверсий. Мультипликационный фильм. И я буду писать к этому фильму. Он хотел, чтобы, поскольку он очень много работает с Андреем Петровым, он хотел, чтобы мы вместе написали этот рост. Поскольку сказал, что это его последняя работа, и что больше не собирается начать снимать, захотелось, чтобы мы были вместе на этой картине. Но в великой создании Андрея Петрова ушел в жизнь, и мне остался один. Есть. Вопросы кто-то больше. Спасибо, Владимир Александрович, за то, что мы пришли к нам, что вы не забываете нас в Консерватории, наш росток. Поэтому, я думаю, что мы не с какого один взяла вы говорили. Я просто начал извиниться перед вами, потому что для меня присутствовать на его встрече всегда бывает очень интересно, потому что я, наверное, абсолютно не преувеличиваю, могу сказать, что я влюблен. И при вопросах влюблен. Но у меня сейчас температура не очень высокая, но все-таки температура. Поэтому я перед ним не извиняюсь и вам задаю цену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, он выбирает одно слово, а у меня тоже есть одно слово. Ну это слово «Аллируй». Болослово, и у него это произведение там просто. А что сегодня? Ну вот я... Где-то эти сочинения небольшие, где-то полчаса, полчаса. Что это, пожалуйста? Да, это седьмая сифония, это 18 с богатых медведей. Прещание с Иринага, это два цифра, мы раньше не будем считать, что это седьмая сифония. Прещание с партисклурного оркеста, мы должны спрятаться. И одно маленькое кривое сочинение, которое писало 5-6-7 сифония, это 2003-го года. Сиренага, это 2004-го года, и вот этого года называется цифр для хора, что дальше цифр, что называется «Аллируй». Там три части, которые называются «Вечер», «Утро», «Ночь». Три... и варианты одного стола. Вот это вот, я начну с симфонии, и сифонии, и сифонии, и сифонии, и сифонии, и сифонии. Аллируй, это для этого переменить и для подряд. Так, нет, вот «Аллируй» — это записи с репетиции, но не студийная, но все за счет. А то записи с репетиции. Много вопросов на начале опроса. Я достаточно хорошо знакома с вашей пятой симфонии, и, прослушав седьмую симфонию, проходит очень много сопоставлений с ней, очень много схожего. Вот вы пятую симфонию обозначили под заголовком «Воссимфония». И я так думаю, не случайно, что седьмую симфонию вы объединили с «Прощаемыми» селенаторами. Видимо, она тоже, по вашему мнению, несет какой-то «Прощаемый» «Воссимфония» «У меня есть одна такая особенность, которая в пятой симфонии как бы не так считается. Тут как бы есть многоточие. Все время музыка действует в зоне многоточий. Вроде как бы… Там есть целые зоны, когда музыка спускается, как бы таких секвенций, опускающихся, это две таких зоны. То есть она структурная, более сжатая, структурная. Это же я назвал шутку, ну так, шутку. Оконченная и неоконченная симфония. Там неоконченная связанная просто сама жизнь откусила, где-то потеряла счастье. А тут как бы вот эта прервенность, многоточие. Кстати, ну это, допустим, если кто-то читал по Целина, ну проза Целина, она вся была построена на многоточиях. То есть даже простая, может быть, даже элементарная речь, но все время прерывается многоточие, как бы прерывистость речи, которая, если убрать многоточие, она все равно сохраняет связанность. Но это прерывистость, допустим, многоточие есть и в музыке «Канчели». Но там эта прерывистость изначально задана. Тут же какое-то ощущение, что музыка могла бы двинуться, и в курсоне, ну, такое непрерывистость. Ну, обе, но это пронизано вот этим многоточием. Вот, ну, так что и внутри, там, внутри есть две алюлодии, которые, собственно, и в симфонии есть, в пятой. Ну, в контексте они немножко другие, но они связаны, даже, действительно, с мемориальностью. Но дело не в этом, что они связаны. Просто сама структура симфонии тут более напряженная. Более чем, в пятой симфонии это выстраивание какой-то, выстраивание там симметрии, она построена на симметриях. И там есть реприза, там есть замыка. То есть, выстраивается какой-то храм, ну, я не могу храм, но выстраивается такой, как бы, объем, объем ее, и возвращение реприза есть. Это, как бы, это вещь открытая. Пятая симфония, шесть седьмая, она имеет совершенно... Хоть при каких-то алфавит, но режь, режь, там, алфавиты какие-то музыкальные там есть, но контекст другой, поэтому... Ну, когда, действительно, когда к серенаду присоединить, она, как бы, серенада, как бы лечит эту пустоту, которая наступает, переход звука в дыхание, то есть пневма, там возникает конец этой вещи, это, как бы, дыхание мира, ну, дыхание, одновременно дыхание человека, который спит или дышит, и дышит вдох и выдох, а, оказывается, это весь мир там действует, в принципе. А прилив, отлив и так далее, и тут отождествляется как бы частность с этим. Ну, я не говорю, что обязательно нужно думать об этом, но вот так вот я, как бы, когда-то я вышел на это, то я так понял, что это... Но тут, к сожалению, это было потеряно. То есть, вот, дышал вот этот вот, ваш... Этот, и он просто дышал, он только дышал, но не вдыхал, не вдыхал, не было ритма. Вот, так что, вот, вот такой ответ. Еще один вопрос, может быть, можно? Ну, как известно, большое место в вашем творчестве занимает жанр по студии, мне хотелось бы сказать, ваше мнение, вот по какому городу. Сравнительно небольшое по историческому развитию времени сам жанр занимает. Как вы думаете, этот жанр уже сложился самостоятельно, наполнил своим содержанием, своим внутренним выразительным количеством, или он окружающийся в зоне становления, по вашему мнению. И еще один вопрос сразу. Знакомы ли вы с другими паслюдиями ваших сопередников-авторов, и как они сочетаются с вашим пониманием жанра? Ну, вероятно, по студии, ну, просто, если, как бы, у меня такое, ну, как бы, симфоническая поэма, по студии, да, наступает, по сути, есть поэма, да, с данной, наверное, и там, и там ясно, что это просто такое, ну, как бы, ну, как вот, как при, по сути, может быть, даже какая-то, как приюта и листа, приюты листа, ну, там сюжет Ламартина, это, а тут, как бы, как бы, а это постлюди. Ну, я не имел этого листа, но я имею в виду, что это, как бы, не является, как бы, жанром каким-то. Там, по сути, жанр, это, там можно прочитать какие-то элементы снатной формы, которые начали, может быть, с середины, а не с начала. А вот постлюди как жанр, как какой-то, оно, видимо, и раньше было, но оно было под знаком, видимо, прелюдии. Ну, я когда-то, когда-то, в тот период, когда я этим занимался, как-то, я понял, что, вот, допустим, было прелюдия фуга, ну, вот, такая, такой жанр в европейской музыке, значит, прелюдирование, потом прелюдия, допустим, у Баха, а фугой была молитва, когда вот эти хоральные прелюди, это служебное, как бы, прелюдирование, а фуга вместо фуги пробует просвещение, конечно. Вот, потом возникла вот этот уникальный случай, да, и прелюдии у Баха тоже есть, но это тоже прелюдии вот такого рода. А вот Шопен, это первая, может быть, еще, ну, первая такая удавшаяся, гениальная фугая, вот, когда прелюдия является самостоятельным, самостоятельным, нет, нет, фуги, я так, ну, в чем же, в чем же смысл этого, почему оно хорошо? То фуга является и сама судьба этого человека, этого, ну, антического художника. Его жизнь, это и есть фуга, ну, буквально, а это вот прелюдия, а потом жизнь, или его судьба. Вот, ну, такая, возможно, стартовка. Ну, вот, а тут, получается, когда чем богаче культура, чем насыщеннее и многообразнее культура, значит, ну, музыкальная, тем все труднее начинать с самого начала, потому что ты попадаешь в зону, ну, и так ясно, начинать с полуслова, в общем, короче говоря, ну, это в развитых культурах, допустим, если в Древней Китае существует тысячелетие непрерывной традиции, ну, поэтической я в форме, я имею в виду, то там, через тысячу лет после такой культуры, там этот самый поэт, он не мог начинать опять сначала как древний поэт, он начинал, как бы, иллюзии, отвечал на какую-то строчку, то есть он, как бы, подключался только, а не нужно было все нести, все это на русле. Поэтому тут получается, что постудирование в этом смысле это предполагает вот этот вот текст, насыщенность текстами, которые имели начало. Кроме того, в постудийности есть такая вещь, что форма открыта как с начала, как так и с середины, и с конца, и она возникает ощущение, хоть, может быть, и маленькой формы, но она растворяется, как бы, это не миниатюра, в том смысле, что миниатюра, это можно, кстати, потрогать, взять, это, она имеет, миниатюры имеют свойство быть отделанной, ну, меняет красота именно сделанности, что она должна, ее можно, как бы, потрогать, а постудия должна иметь какое-то ощущение неуловимости, ну, не должна, но в самом случае, когда она вызывает художественный эффект, тогда вроде бы можно было бы это и продолжить, и даже повторять, допустим, какую-то мелодию, ну, мелодическую форму, но если эта форма как намек сказана, то остается большее ощущение красоты, чем если я ее повторю, тогда я попадаю в зону, ну, будет бы хорошо, но как-то уже мы теряем вот эту вот эту неуловимость, приходящесть того, что существует, оно существует, но тем не менее оно мгновенное считает, это мгновение, постудия — это мгновение, но и прелюдия — это мгновение, поэтому если прелюдия удалась, так она каким-то образом похожа на постудию, если она удалась, как мгновенное какое-то озарение, вот этот вот ответ. А насчет постудии соната? Последние, я не знаю. Не, ну, дело в том, что не современники, постудирование очень сильно развито, например, последняя соната Бутковина, там очень сильно чувствуется, ну, это знаменитый пример, это 32-я соната, заканчиваются эти вариации, растворяющиеся, то есть тема растворяется, растворяется как бы в ничто, но этим ничто, символом ничто является ну, общая форма движения арпеджи, арпеджи, вот это, оно растворяется, это тоже постудивность. Постудивность вообще у малера, в симфониях, допустим, неоконченная, ну, правда, это десятая неоконченная, но если рассматривать его, как ее часто играет, ну, просто вот, это и есть эпичный пример, вот люди, которые симфонию держат, всю гигантскую симфонию в одной части. Вот пример постудивности, конечно, это Кончелли, это несомненно, но он не говорит о постудивности, он говорит, просто, что я тихую музыку пишу, а я, я просто эту, как бы, эту идею, как бы, ну, сформулировал для себя, ну, ему, может, не надо это формулировать, но, в принципе, это тоже так же. Я так думаю, у меня есть надпись в общении с передом Шнитке, и он мне подарил пластинку, и там написана была, ну, такая фраза, что, ну, там, мастеру постлюди, ну, так бы сказал, свой опыт в этом жанре. Он имел в виду, знаете, что, третий, третий квартет, это большое произведение, которое памяти, ну, Гевши, Геннаджи. Шибир, да. Это совершенно не похоже на то, что я предполагаю, но там имеется в виду, что это мемориальное сочтение, связанное с этой катастрофой, он, и привидевность рассматривал как катастрофическое состояние. Я же, я же не отношусь к этому, что пределы привидения, что это вот все кончилось, там, и так далее. В самом, в самом окончании есть бесконечная жизнь, в недосказанности, в недосказанности открыто возможности, потому что, если все сказано, мы уже, мы начинаем засыхать. Поэтому, каждая эпоха что-то недостатывает, и слава Богу, есть что продолжать. Вот, окажется, что все кончено. Вот, вот, вот такой ответ. для меня важна семантика, Для меня важен мелодический контур. Я считаю, что все держит мелодическая структура, даже если ее не слышно. А то, что акустика, она действительно, это можно назвать вторичными праздниками музыки. Есть первичные, вторичные. Усы говорят, да, как здорово, такой человек можно смотреть. Усы, конечно, они могут украшать или разрушать, но вот это. И в музыке есть такие примеры, когда усы есть, все, кудрее, а лица нет. Но это удовольствует все этим, потому что здорово звучит, классно. А бывают вещи, когда этого всего нет, и вроде как бы и сухо, и звучит как-то не очень так акустически, но смысл светит. А бывают и равновесия, например, у Шопена. Если Шопена, допустим, отнять сущность, оставить только Шопеновость, ну вот это его, кстати, рубатность, и вот это, и вот такие, вот, пассажность, такую хитрую. Ну, так это будет вот то, что полно сейчас современной музыки такого рода, что вот фактурность, вот, 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 все это хорошо звучит. Но суть, если бы суть отнять, а вот если бы отнять у Шопена сутьность, а оставить Шопенова, Савильяубаха, там, Бетховена, 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 мы бы имели пример, похожий на современную музыку, имея в виду определенный тип современной музыки, структуралистской. Вроде фактура интересная, но вот именно вот вообще, понимаете, и даже вот я, например, проводую, даже личный стиль, чувствуется личный стиль, но вообще, вот, например, даже вот Лигити, при всем уважении к нему, так чувствуется, что всюду Лигити, но вот произведение, которое бы так вот отличалось, что это вот, вот это вот Лигити, а не вот это вот. Там это тоже называется в истории философия, ну, такая, как бы, погрешность, методоцентризм. Когда метод, который есть большое достижение вообще автора, и за это даже его хвалят и ценят, но он его демонстрирует, он ничего не добывает, потому что он уже выложился на сам метод, то есть это нужно, как бы, ценить, что, но выложился на это, он не добывает. Но, вы представьте, разве можно сказать, есть метод Бетховена, есть метод Бетховена, он добывает, но он же не демонстрирует его метод. А если он демонстрирует, то это, может быть, самых неудачных его произведений, которые опознаются как Бетховенские. Метод там есть, но не добыт это. Вот это вот ответ, что акустическая среда – это свойство сейчас современной оркестровки. Вот, например, вчера, когда там было после… А, ну, вначале, когда вот зазвучал Шостакович после первого деления, так было ощущение, что вот как раз акустики там не хватало. Я не говорю, там же удачная исполнительная, неудачная. Ну, что он не рассчитывал на эту акустику. Вот в первом делении там были, ну, как бы, новые отношения к оркестрову. Но это новое отношение не ограничилось с тем, что он просто звучит как-то так более естественно и так далее. Потому что Шостаковичу вот эта вещь звучала бы примерно так же, как вот это, в первой делении, но в хорошем зале акустическом, в большой зале, там бы вот это срабатывало бы, отсутствие акустики специально сделанной. А в такой вот, как бы, акустики выигрывают, вот такие современные, в смысле первичные выигрывают. Но по смыслу, кстати, смысл может быть и про игры. Но для слушателей, которые слушают, может, это даже сперва и не так слышно. Потому что, как бы, приятно послушать, что как-то хорошо звучит. А что, это мы не можем сразу, особенно новое встречение, мы не можем не догнать, мы можем обмануться. Ну, этот обман не страшен, потому что если ты воспринял хорошо это произведение, ну, так, ну, и слава Богу. Просто когда мы возвращаемся, если нам удается возвращаться, записано на пластинке, вот тогда проблема начинает вырастать. То, что кажется было абсолютно, что колоссально, а потом смотришь, она увядает. Увидает то, что не пронизано вот этим первичным, сонтологическим смыслом эта музыка. А вторичным, вторичное, кстати, уже расшифровано, да. А Шестакович, например, для меня было звучало, действительно, что все там как-то звучало как-то, а вот смысл эти мелодии, они оживали для меня. Хотя, допустим, я уже прощал исполнение, потому что так было, что прощать, понимаете? Вот. Потому что оно написано, написано, ноты выковыренные не просто так на бумаге, не бумажные. Потому что бумажная музыка выигрывает на бумаге, она выигрывает в первом впечатлении. Потому что она вот задумана там, а во втором, она не рождена, она рождена на столе, бумажное тело китайское. И этой бумажной музыки колоссальное количество вообще во все времена было. И барочные, кстати, что и все фуги восконечные, а сейчас это тем более. И вот это, а взрослый, он у нас подсерегает, потому что когда мы говорим новая простота, то тоже может быть это популистская такая вещь, это тоже нужно быть... То есть чем музыка проще, допустим, тем она должна компенсироваться какой-то другой тайной. Допустим, невидимой работой слуховой, какой-то таинственностью, которая компенсирует эту простоту. И возникает сложная простота. Да, они просто... Первичная простота есть, она познается. Но когда мы возвращаемся, мы вдруг видим, что эта простота все время на настоятельстве становится все сложнее и сложнее. А бывает так, сложную музыку вроде как бы сложно. Слушаешь, она все время все проще и проще, ну в дурном смысле. И ты видишь, что вся эта сложность... Вот пример, я так думаю, пример третьей симфонии Алибитославского вчера, вчера или когда. Это когда-то в свое время это было сложным. Сейчас слушаешь и видишь, что симфонии-то там нет. Там есть просто, ну при всем уважении, ну как бы она в том времени остается... Там есть симфонизм, но он как-то касается каких-то рудцов, помидоров, там, лягушек и так далее. Это планер, может быть, это и хорошо, но сейчас это как-то не работает. А по сравнению с ним Шестокович звучит как-то, ну там классно все звучит. А Шестокович какой-то вроде как бы какая-то, ну... А Шестокович все равно остается. Не потому что я его так уж сам люблю и так далее. Остается, потому что он рожден вот таким образом, чтобы остаться. А там, чтобы создать впечатление, что... Ну Алиатория, когда Алиатория, это какая-то же Алиатория. Вы присутствуете в каком-то колоссальном действии звуковом. Но когда вы возвращаетесь, сколько я не возвращался, я всегда забирал только октавы начальные. Вот это да-да-да-да, это все от одной симфонии. Я просто власть в обществе такой, бр-бл-бл-бл, вот такой вот. Или бр-бл-бл-бл, все сильнее, ну Шестокович тоже есть сильнее, но там он пронизан, понимаете, пронизан на сущности. А там, почему это существует? Потому что тогда боролись и в Славске, боролись и атиматизм. Против атиматизма считалось, что это уже, так сказать, музыку как бы ослабляет, музыка теряет свободу. Вот свободу получили, но за свободу заплатили вот этим. А я еще хотел спросить, что я не знаю, я сравниваю вашу музыку с армой да, где носили армой да, как вы объясняете, в первом приближении, в каком-то пространстве, в общем, в муфе, в муфе, вообще, было известно, когда каждая эпоха обладала своим временем. Вот в фарсате 21 века как будто время приостановилось. Нет, не приостановилось тут, нет. Дело в том, что тут, получается, нужно отнестись, а может быть и приостановилось для кого-то, или есть какие-то... А это на другой уровень ушло? Нет, ну, во-первых, у меня это язык, то, что вы сказали. Дело в том, что музыка, пройдя эпоху, и вообще не только музыка, но есть логика развития самого того дела, которым люди занимаются. Ну, я имею в виду композиторы, как тусовка. Тусовочные композиторские братья напоминают, может быть, что вот они начали новое движение, то есть вот эта новая музыка отделена от старой была, ну, вот эта тенденция. Ну, там, значит, опыты, какая-то новая выразительность, но потом возникает ощущение, что теперь огробки падают под натиском, ну, не только самой критики, но и под натиском самих тех людей, которые это пишут. Потому что они же когда-то любили музыку не за то, что она была новая или там правая, они в детстве любили ее за то, просто не зная, что новая или там есть развитие или нет, они ее любили. А потом вдруг они показали, что я не люблю это, но я должен это делать, потому что такое развитие, понимаете? Такое развитие, такая логика развития. Ну, вот, до поры до времени, видимо, это нужно делать, делать и одно делать. Но потом возникает ситуация вот этого, что перегородки упали. Ну, и еще Пуке, это еще Кэш, что все музыка там, ну, это американские, когда перегородки, у них всегда перегородки, когда и не было. Но у него, значит, это, и получается, ну, это первый этап. Второй этап, значит, возникает ощущение, что музыка, благодаря нашему новому веку, компьютеры, что мы имеем опять универсальный язык музыки как таковой. У нас нет, нет, то, что раньше я просто прошел, то раньше было бы я, что вот это было это, а у этого было того, а это нельзя, потому что тут октавы, ну, в додокофонии и так далее. Эти запреты, они создавали какую-то, ну, дисциплину. Ну, тут получается, что запреты эти выходят на другой уровень, не вот этот вот начотнический полицейского управления, а на другой уровень запреты не вот эти. То есть можно все. Это то, что напоминает известную максимум какую-то религиозную, что, ну, она почти не выполнима, но очень простая. Ну, связанная с верой, вера, значит, если ты веришь в Богу, то полностью отдайся Ему и тогда делай, что хочешь. Жить. Ну, только что это же нельзя проверить, это такая вещь, ну, как бы сокровенная. Если у тебя-то есть вера, тогда любое дело будет правильное. Но это легко сказать, сколько же мошенничества и внутреннего, и своего, и чужого, и иллюзий, но тем не менее, ну, вот это вот. И теперь, получается, когда музыка обретает опять язык, неважно, там, мы уже сейчас не думаем, это старинный музыка или старинный, это все язык. А в языке, допустим, даже русском или каком угодно языке все слова есть. Только что некоторые слова находятся в зоне, ну, главного, главного. Некоторые, наверное, больше нет этого языка, но они существуют там, существуют. И они могут, даже какое-то старинное слово может попасть даже в разговорное про ребенок. И тогда возникает, что мы говорим на языке, который словам некоторые, многие слова, может быть, даже имеют авторов. Ну, например, говорят, что вот это Шуман, вот это Шуман. Но если смотреться в Шумана, так Шуман это Шуман, но у него это языковое было до него. Просто он этому языку придал шумановский оттенок. Но когда мы опять, допустим, говорят, что там Малер, я смотрю, я говорю, да не у Малера дело, а у Малера, когда Малер послушает, ну, Пятой симфонии, а даже это. Так это же балетная сцена, это связано с Лид, Лид, Шуман, Лид. Только оно оформлено, у Малеровского, ну, если бы остановиться только на каком-то фрагменте, так можно было тоже оставить, ну, что же ты, не мог придумать что-то оригинальное. Там у Малера уже была тоже такая же проблема. Его критиковал Ромен Лолан, что у него в голове, так сказать, вот такое большое, что оттуда, оттуда, оттуда. Это так выглядело для Ромена Лолана, на самом деле. Может быть, у него и было это, но он находился в зоне окончания века, и там все фонемы сходились у него. И для некоторых туристов того времени это было как бы недостатком, а потом оно обернулось для кого-то достоинством. Ну, а потом опять стало, кому-то тоже начало раздражать это. Допустим, у меня было такое, что я Малера очень любил, а потом я как бы от него встал и стал как бы больше, может быть, даже слушать Брукнера, который в этом смысле более туристичный, в смысле, хотя у него тоже есть там и шуба, это шума, но в нем как бы более, так сказать, проще взаимоотношение лексически, нет таких перепадов. Вот это вот ответ. Вот исследователи называют... Да, время. Я хотел сказать, что исследователи называют эту зону в зону сакрального пространства. Вы считаете, что это зона музыки сакрального, сакрального пространства? Ну да, но дело в том, что сакральное пространство в суде есть, не только в храме. Это отношение человека даже к своему дому, где он живет, оно может быть сакральное, хотя оно профанное, понимаете? Это связано с отношением. Потому что если только в храме он сакральный, а потом выходит и плюет, и гадит в мире, то какая же цель он пока там. Весь мир храм, но человек, особенно вот в детстве, и животные какие-то такие робские в мире, потому что, ну, причину я не знаю, но они ведут себя в мире, как будто это все так осторожно, вот это. А уже, ну, и поэтому, кстати, классическая музыка, это в принципе, как бы, вся музыка является как бы средой, и любое низменное, допустим, и профанное, попадая в классическую зону, оно как бы освещается, освещается. Как же классика возникла европейская? Это переработанная гайдная эмоция, переработанная народная музыка, вознесшая, ну, в зону неба. Поэтому тут получается, что, мне кажется, да, и ответ на это вот цель отрицает намеренное, вот, высокое. Она считает, что когда намеренно высокое, там часто кроется ложь, ложь. А когда, как бы, небо защитное, какое-то обычное там зажигание спички или какой-нибудь там, Ну, известная шутка, или шутка Хоку такая, что ученик спрашивает, что такое истина учителя, и хочет найти ответ. Ты сегодня завтракал? Да, пойди помочь посуду. В мытье посуды есть сакральные жесты, если к нему так отнестись. И тогда истина любого жеста человеческого, любого жеста даже, оно, ну, конечно, в этом режиме, если идеологически к этому поеду, это тоже ложь будет. Ну, это я мою посуду, потому что, понимаете, это очень такая тонкая материя. Вот каждый человек знает по себе, когда он это чувствует, и когда он впадает в автоматизм, и наша природа устает. Вот так. И нам уже пора.